Я приветствую всех! Вы смотрите проект интервью дня на Первом городском. Меня зовут Наталья Болдинская. А в гостях у нас сегодня организатор фотосушки Юрий Мымриков. Здравствуйте, Юрий. Оригинальный такой жанр фотовыставок. Фотосушка уже не впервые проходит в Кривом Роге. Но я знаю, что вы как организатор первый раз. Расскажите. Для начала хотелось поздравить всех жителей Украины с праздником 26-й годовщины независимости Украины от лица нашей организации «Веселые велосипедисты Кривого Рога». Пожелать удачи, мира, солнца, солнечных дней и счастья. Самое главное. А что это за такая организация «Веселые велосипедисты»? Мы занимаемся велоспортом, продвигаем велоспорт по городу Кривому Рогу и не только. Также немножко волонтерством занимаемся, помогаем деткам. Продвигаем спорт в жизнь, в массы. И как пришла идея велосипедистам организовать фотосушку? Где пересеклись идеи? Ну, как-то захотелось немножечко расширить наши горизонты, немножечко новый профиль. Ну, почему бы и нет. Мы веселые, активные. Не только же велоспорт. А есть, может быть, фотографы среди вас? Да, среди нас есть и фотографы. Тот же Анатолий Новак, может быть, слышали. Сергей Демичук тоже. Но они не в нашей организации, именно они тоже катаются, фотографируют. Спасибо им за отличные снимки, за хорошую компанию. Для тех, кто не знал, не был в курсе, где проходила фотосушка. Фотосушка проходила в парке имени Федора Мершавцева. Это бывший парк «Правды», кто не знает, за лодочной станцией. Прямо за лодочной станцией. Мы там организовали полянку, красиво все оформили и ждали всех желающих. Как это выглядело? Это выглядело, как натянутые веревочки между деревьями, оформленные. И каждый желающий мог подойти, как фотограф, как и обычный человек, повесить свою фотографию. Будь любого жанра, макро, пейзаж, портрет. И по окончанию фото-выставки любой же желающий мог понравившуюся фотографию абсолютно бесплатно забрать себе на память. Можно было оставить автографа, фотографа, водяной знак, пожелания, все что угодно. Много было участников? Участников было больше 15. Да, но хотелось бы выделить таких, как Ирина Кирилл-Остапчук, известные у нас фотографы есть. Потом Самойлов Андрей Саяпина Елена очень хорошие фотографии представила. Также была девочка Руденко Полина, которой всего лишь 6 лет, но ее фотографии просто затмили всех. Очень такой хороший жанр, хорошие фотографии с душой. А что там было? 6-летний ребенок? Да, там были и пейзажи, и фотографии пожилых людей, и макросъемка. Были очень такие хорошие фотографии. Не детские фотографии, я бы сказал. В 6-летнем возрасте так чувствовать. Да, да, да. Это необычно очень действительно. Так что очень фотографии ее понравились. Как говорила ее мама, что фотографии на выставки идут, даже на международные выставки. Так что девочка молодец, хотелось бы пожелать ей творческих успехов, чтобы развивала свое творчество. И была молодцом, в общем. Много ли людей пришло посмотреть? Большой ли ажиотаж и интерес вызвала фотошка? Да, людей было очень много, все хотели посмотреть, особенно забрать понравившиеся фотографии. Но так как изначально выставка планировалась до 18.00, но по желанию фотографов немножечко время мы укоротили, до 3 часов дня было. Потому что у всех детки, всем хотелось тоже походить, погулять по парку, но находиться возле своей фотографии не было возможности. И все желающие забрали фотографии, фотографий не осталось. Все ушли довольные, счастливые, с хорошим настроением. А в основном, сколько вообще работ было примерно? Больше 150 работ было, но если точно 164 работы. Это был какой-то специальный формат оговоренный? Любой формат. Или приносили и маленькие, и большие? И маленькие, и большие приносили. Кому как удобно. Некоторые даже просто черно-белые, на обычной бумаге приносили фотографии. И разобрали все до единой? Все до единой, да. Большинство фотографий были на какую тему? Можно было выделить по жанрам? Да, в основном у нас были пейзажи, потому что у нас город такой промышленный. Было очень много карьеров, шахт, промышленной тематики, очень много животных. Так как у нас природа тоже, сами знаете, очень красивая, живописная, макросъемка. Немножечко было портретов. Так что на все разнообразные тематики были фотографии. Можно было глянуть. Да, да, да. Вы себе что-то взяли? Ну, я сам как фотограф, так что... Ну, были работы, которые хотелось забрать? Да, было, хотелось, но не успел. Не успел. То есть нужно было еще? Да, да. Так что... Чей снимок вот тронул больше всего? Можно было выделить из этих полторы сотни работ? Ну, знаете, очень тронули, конечно, работы ваши оба коллеги, Вячеслава Волка. Очень такие работы шикарные. Да, видно, что профессиональная рука, хорошая работа. А кто принес? Жена принесла? И честно, я не знаю. Принес, по-моему, его друг, как говорили, и девушка. Кто девушка, я в подробности не вдавался. Но молодцы, конечно. Участвовали в выставке профессиональные фотографы? Или можно было поучаствовать? Было, очень много любителей было. Кто хотел? Даже одна девочка принесла просто свою фотосессию, свои самые лучшие снимки. Так что без проблем, никаких ограничений не было. Это будет не первая, не последняя фотография. Первая, но не последняя. Первая, но не последняя, да, будет. Вот после вкуса, после того, как организовали, сложно ли было? Знаете, очень эпичные чувства. Прямо до сих пор у меня вот эти чувства отложились. Вот этого всего позитива всех этих людей, которые смотрят фотографии, рассматривают все это. Может быть, кто-то что-то не видел, какие-то отдаленные места нашего города. Потому что такие есть, город длинный. А тематика была именно Кривому Рогу посвящена? Да, да, да. То есть это была... Тематика была Мейеридный край, называлась фотовыставка, да. Но приносили в основном Кривой Рог, то есть не вся Украина? Да, да, никаких сторонних фотографий у нас не было, потому что мы отбирали. Потому что все-таки хотелось что-то... А то есть желающих было больше, да, чем на самом деле? Немножко да, да, да. Потому что были желающие немножко из Днепра, они привезли Днепропетровска. Ну, говорим, можете повесить, но без проблем, да. Ну, как-то правило есть правило, но... А по каким-то художественным критериям были, вот, был отбор или в общем-то можно было? В общем, да. Ну, конечно, мы отбирали фотографии, смотрели фотографии, чтобы на них не было никаких сторонних там заведений, рекламы, вот такого. Потому что выставка все-таки культурная, без всякой рекламы, без финансовых каких-то целей. Потому что все фотографии бесплатно, каждый желающий мог спокойно забрать по окончанию, написать там имя, фамилию. Сзади фотографии или на бейджике, возле каждой фотографии был стикер. Спокойно написали, забрали и все. Юрий, вы, кстати, больше фотографии или велосипедист? Кем себя чувствуете в душе? Честно, я больше писатель. Да, в своей, потому что не только велоспорт, не только фотография, но и творческая такая. Ну, если вот говорить о фотографии, как давно занимаетесь, чем привлекает этот жанр? Ну, честно, наверное, с малочку. Когда еще фотографировал родителей, папа попросил, сфотографируй меня с мамой на свой Зенит М. Ой, Зенит С, извиняюсь. То с этого момента, наверное, и началось мое увлечение. Такое маленькое хобби. Но потом появились мобильные телефоны с фотокамерами, цифровые фотоаппараты. Как-то техника не стоит на месте. И поэтому уже хочется показать свое искусство. Что каждый как видит. Определенный объект можно... Каждый видит по-своему. Даже тот же памятник, тот же цветочек, ту же кушечку. Можно ли сказать, что фотосушка вызвала большой интерес все-таки? Вот ожидали или... Ну, вот ваши ожидания оправдались? Да, оправдали желания. Ну, честно, думал, будет немножечко меньше людей. Но, наверное, еще самый большой ажиотаж у нас был из-за фототехники. У нас была помимо фотовыставки, была техника ретро-фотоаппаратов. Так что люди тоже смотрели, рассматривали. Особенно приятно было смотреть в лицах, в глазках деток эту всю технику. Как снимали их отцы, бабушки, дедушки. Насколько было непросто, как сейчас. Да, как они рассматривали старые фотопленки с черно-белыми снимками, цветными снимками. Очень это было интересно в их глазах. Смотреть вот это удивление, непонимание того, что фотографию нужно было взять пленочку, пойти купить, отфотографировать, закрепить, проявить, да, да, да. Чтобы было определенное количество кадров. 12, 24, 36. Не то, что сейчас люди. Класс, 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 все подряд. А вы считаете это достижение или все-таки упущение уже сейчас вот такие технологии? Это достижение, все-таки достижение, да. Потому что даже вот с финансовой стороны фотографии раньше была дорогим увлечением. Та же пленочка стоила денег. Тоже проявление, закрепление и та же распечатка. Сейчас каждый в домашних условиях. Сфотографировал, распечатал у себя дома или в каких-то центрах, сервисах у нас хватает. Кто приносил экспонаты для вот этой вот ретро-выставки? Экспонаты в основном собирались у нас по городу. Но хотелось бы выделить и Сергея Шихалева. Это работник ПАО «Евросухая балка». Он уже не «Евросухая балка», а «Сухой балки». Он предоставил большинство экспонатов. Очень в хорошем состоянии. Отличные экспонаты, таких, что не каждый может предоставить. А это были еще рабочие вообще фотоаппараты? Да, они все, 90% этих аппаратов были рабочие. И можно было и поснимать, может быть, попробовать? Ну, пленок, конечно, не было. Но потрогать, посмотреть, как оно работает, поклацать затвором. Это все было без проблем. А самый старый какой был фотоаппарат? Самый старый, наверное, был... Честно, я даже не скажу. Потому что... Ну, примерно, каких готов вообще? Ну, все они были, начиная с 60-х, 70-х годов. Бабушки, дедушки, наши отцы снимали вот эти фотоаппараты. Были даже макрофотоаппараты с размером со спичченный коробочек. Как говорится, как фотографировал Джеймс Бонд таким фотоаппаратом. Да. Юрий, как вы считаете, как фотограф, какие места в Кривом Роге самые фотогеничные? Самые фотогеничные? Ну, промышленные. Промышленные, да. Все с высоты, с отвалов, с копров, шахты. Очень красивый вид у нас в город. Все вот эти повороты, изгибы, рек. Все очень красиво. Очень красивая природа. Есть краснокнижные у нас цветочки, травы. Также и живность у нас очень сейчас разнообразная. Жуки и олени появились. Очень много белочек у нас сейчас. Ну и каждый найдет на свой вкус. Но вам ближе, что любите снимать? Я люблю цветочков. Цветочки, живность, меня еще называют ботаником. Почему это люблю? Цветы животных, жучков, паучков. И главное, что в Кривом Роге, в общем-то, все это в доступной близости от фотографа. Как часто вообще снимаете? Есть мнение, что фотограф не расстается? Да, да. Фотограф не расстается с фотоаппаратом. С телефоном сейчас, потому что на телефоне фотоаппарат. Ну и если не на работе, то фотоаппарат всегда со мной. Ну на фотоохоту вы ходите целенаправленно или, в общем-то, это случается спонтанно? Просто так, да. Потому что если целенаправленно, то никогда, но толком ничего не получится. Вот честно вам скажу. А вот спонтанные фотографии, это вот они как-то с душой. Вот даже раньше, вот если посмотреть всю технику, которая была раньше, те же зениты, школьники, фотоаппараты, где имелся определенное количество кадров. Каждый снимок имел душу. Потому что человек настраивался, смотрел, как оно, чтобы ракурс лучше, выдержку, ту же диафрагму, экспозицию, в общем. Чтобы оно все было сочетаемым. А сейчас люди у нас клац, 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 а потом уже выбирают то, что лучше, соединяют, как говорится, фотошопят. Когда ожидать следующей фотосушки? Я так понимаю, вы вдохновлены первым опытом. Да, у нас на очереди такая маленькая выставка на тему «Вид глазами и близоруких». Мы хотим создать такую небольшую выставку через очки. Фотографии сделаны через очки. То есть это тема следующей выставки? Да, да, когда она будет, пока мы сказать точно не можем. Но сейчас уже можно сделать анонс этого мероприятия. То есть люди, фотографы и просто любители. Да, так что фотографируйте через очки, не обязательно обычные. Можно черно-белые очки, солнцезащитные очки, но это будет оригинальная идея. И посмотреть, как люди видят с плохим зрением, так сказать, как они видят мир. Здесь не играет роль близорукости, летальная близорукость? Не играет, не играет. Здесь, в общем-то, главное, чтобы были очки с диоптриями. Конечно, да. Это тоже будет формат фотосушки или как-то по-другому? Ну, мы еще обговариваем это все, но пока еще не знаем. Это пока мы столько в идеях, на бумажках. Но осенью возможно ожидать? Возможно, возможно, возможно. Ну, и я думаю, что фотосушку тоже в любом случае, возможно, не касаемо той выставки, которую вы сказали, но фотосушка еще будет. Обязательно, обязательно будет. На день города обязательно планируется следующая фотосушка. Ну, уже на 18-й год Конституция, День независимости. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо за инициативу, за интересное мероприятие, которое проводите в городе. Сегодня в гостях у проекта интервью дня был организатор выставки «Фотосушка» Юрий Мымриков. В студии работала Наталья Болдинская. Оставайтесь с нами. До встречи на главном телеканале города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова